Церковь в честь Спиридона Тримефонского была освящена в городе Надбугом в день памяти святителя 25 декабря. Несмотря на морозное раннее утро, прихожан собралось столько, что далеко не каждому удалось попасть на службу внутрь храма. Однако, по словам присутствовавших брещан и гостей областного центра, пропустить такое важное событие они просто не могли. Ведь открытие подобных культовых сооружений – настоящий праздник для верующих. Ну, конечно, этот день, я считаю, необычный, потому что, я считаю, вообще церковь новой построена, это же, я считаю, кусочек неба. Что такое церковь? Я считаю, это на земле кусочек неба это. И, ну, благодать Божия особенная, конечно, в этот день. Радость, конечно, в душе. И радость переполняет. Вот. В нашем микрорайоне построили такой храм, пусть он даже маленький, но все равно, можно будет ходить с детьми. Вот. Ну, радость большая, конечно, большая радость. Это такой, ну, можно сказать, праздник. Это праздник. Спиридон Примефутский. Это как Николай Чудотворец. Ему молятся, как и Николаю Чудотворцу. О, еще как, еще как. Это большая радость. Первое богослужение в еще строящемся храме состоялось в середине лета 2015-го. На минувшей неделе в уже освященной церкви божественную литургию возглавил епископ Брестский и Кобринский Иоанн. Обращаясь к верующим после ее окончания, владыка поздравил их с таким значимым днем, но отметил, что великая благодать, возможность строительства церквей – это еще и большая ответственность для каждого православного христианина. Конечно, мы сегодня все должны восстать благодарение и славу Богу за Его милость, за то, что Он благословил нам жить в то время, когда мы собираем камни, разбросанные нашими отцами и дедами, когда мы можем строить храмы, когда мы можем молиться и просить Бога о благословении каждому, семействам нашим, Отечеству нашему и всему миру. Это дорогого стоит, но это и ответственное вместе с тем время дорогие отцы, братья и сестры. К слову, посетить храм в честь святителя Спиридона Тримефунского в микрорайоне Березовка в ближайшие дни стоит не только по причине знакомства с новой Брестской церковью. В настоящее время здесь доступна для поклонения икона с частицами мощей святого. Находиться в новом храме она будет еще почти целую неделю – до 3 января. Субтитры создавал DimaTorzok